Произошел этот случай в одной деревне Калужской области, здесь уже совсем не осталось молодежи. Жили в основном тут одинокие пожилые вдовы, которым было далеко за 70. Только внуки иногда приезжали летом к своим бабушкам, чтобы побыть на природе, да помочь по хозяйству. Девочку по имени Арину родители отправляли сюда каждое лето, так как благодаря свежему воздуху и натуральным продуктам ребенок рос крепким и здоровым. В бабушкином доме, который находился на самой окраине, животных обитало мало корова, несколько кур, да старая кошка. Но однажды в хозяйстве появился еще один зверек, как то их кошка принесла из леса что-то маленькое и пушистое. Бабушка и внучка сначала подумали, что это крыса, но когда подошли поближе, то оказалось, что в ее зубах совсем маленький волчонок. Видимо, она приняла зверька за своего котенка, такое иногда случается в кошачьем мире. Девочка уговорила бабушку оставить дикого щенка. Она обещала за ним присматривать и следить, чтобы волчонок не напакостил и никому не навредил. Все лето ребенок играл с этим маленьким хищником, кошка от них тоже не отходила. Она пыталась научить волчонка кошачьим повадкам, считая его своим детенышем. Зверек легко поддавался человеческой дрессировке, а также учился вести себя как взрослый кот. С тех пор Арина стала наведываться в эти места намного чаще. Забрать волка в городскую квартиру ей не разрешили, поэтому она старалась приезжать к бабушке хотя бы раз в месяц. Прошло несколько лет, волчонок подрос и внешне уже ничем не отличался от дикого волка. Только вел он себя как обычная сторожевая собака, Арина тоже повзрослела и превратилась в юную прекрасную девушку. Как-то, в середине лета, она возвращалась из районного центра. Ехала она на последнем рейсовом автобусе, когда на улице уже начало темнеть, внезапно автобус остановился. Водитель сказал, что транспорт сломался и возиться он будет с ним долго, поэтому посоветовал девушке дойти до деревни пешком, так как осталось ехать всего несколько километров. К этому времени остальные пассажиры уже вышли на предыдущих остановках. Арина послушала водителя и отправилась пешком в деревню, через полчаса она увидела вдалеке родной домик. Но внезапно сзади раздались автомобильные гудки, на большой скорости к девушке подъехал черный высокий внедорожник. Из машины вышел незнакомый парень. Девушку сразу насторожил запах спиртного и злые глаза, которые не предвещали ничего хорошего. На предложение прокатиться, героиня вежливо отказала, парень разозлился и стал хватать ее за руки. Он силой затащил Арину в машину и заставил сидеть тихо, угрожая избить. Автомобиль проехал чуть дальше и свернула в лес. Когда парень стал вытаскивать свою жертву, девушка начала громко кричать. Ей удалось вырваться и даже пробежать несколько метров, но парень все же догнал ее. Когда она практически смирилась со своей участью, произошло неожиданное. Что-то большое выскочило из леса и молниеносно бросилось на маньяка, это был ее волк. Так как дом находился на окраине, он услышал крики своей хозяйки. Зверь набросился на насильника и начал рвать на нем одежду, пытаясь схватить за горло. Мужчина сопротивлялся, но волк все равно в нескольких местах прокусил ему руку и ноги. Парня спасло лишь то, что ему удалось забраться в машину и захлопнуть за собой дверь. Задевая деревья, автомобиль помчался прочь. Девушке очень повезло, что этот случай произошел с ней, когда она почти уже дошла до своей деревни. Иначе волк мог бы не услышать ее криков о помощи. Как бы то ни было, благодаря верности дикого хищника, преступнику не удалось исполнить задуманное и он наверняка в следующий раз хорошенько подумает, прежде чем идти на подобное преступление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...